думаю какая заправка будет а потом досмотрелся на баннер что тут будет заправочка верши хорошо что я приехал раньше всех скорее всего это все под сигнализации я безумно рад должен теперь как баранчик стоять ждать пока эти все резервативы приедут посмотрим кстати вчера пока я заправлялся заднее правое колесо что-то какие-то пузырьки издавала но надеюсь это было от дождя не того что она пробита хотя здесь настройки видели как насыпанное говнище у такого рода и возможность пробить колесо максимум в двух словах что по трактору произошло смотрите здесь вот был gps ну или херня не знаю какая извиняюсь за свой французский но мне тут рассказали gps в общем здесь под герметозом этим все текло когда бак полный набираешь текло ужасно в общем они эту штуку сняли заделали бак наконец-то помыли тоже видите вот зачем передок перебирать смотрите какая щель да там легко два пальца можно засунуть причем это же не девушка как бы хорошего мало что по стеклу лобовуха заменена и заменен привод стеклоочистителя который у меня хреновую тучу времени не работал здесь сейчас по этому моменту вот вот этот механизм открывание ковша вот он конкретно вот в него получается лобовуха ударилась а и треснула дикость и как это возможно потому что передо мной работал дядя специалист заводится он на ура ему то прошли то тоже пройдено он до двадцать четвертого года у него благо конечно его никто ничего не мазал это большая проблема и теперь половина из того что хорошо мазалась а вообще не смазывается и смазка происходит таким макаром что я сажу человека второго который двигает рычагами открывает закрывает ковш или стрелу и в этот момент я шприцую и пытаюсь уловить момент когда она начнет шприцеваться хотя до этого стрела год назад перебиралась а полностью все втулки перетачивалась и перевтуливалась а и получается вот меня не было месяц отпуска плюс у меня до этого его месяц забрали его ни один хрен не мазал и это очень сильно прискорбно и я вчера потратил два патрона смазки в итоге по сути даже половины не намазал колеса впереди ничего не мазаны не короче длинная история всего направляющие вчера почистил тоже засыпанные там песком были промазал их чтобы можно было каретку передвигать вчера уже несколько раз это понадобилось сделать кстати еще телескоп держится еле-еле он вылез еще жить будет хотя стрела репит скрипит из-за того что не мазалась что еще могу сказать хотел показать что происходит с тряпкой которую я вытирал несколько минут она была идеально чистой такое ощущение что она в автосервисе побывала камера конечно не может передать ее чистоту но она ужасающе грязная и толком я ничего не сделал так прогнал пыль чутка более-менее вообще не понимаю но вы же тут внутри работаете ребята но еле-еле прогнал пыль честно времени попросту нету домой приду тряпку вы мою и уже завтра думаю приду возьму какую-то бутылку пятюшку перережу внутри помою тут он потеки такое ощущение как газировку блять пили она все ну или вариант конечно от дождя но тут везде так тут как будто бы масло разлили или залили все здесь он еле но блять бомжат не внутри продолжаем ложить каналюгу приехал другое место здесь было два старых колодца выкопали надо будет вот этот новенький поставить в ожидании класс этот запотел ждем пока он прогреется померят глубину прокопаемся но у нас ни песка ни хрена нету поэтому в ожидании тоже совсем новый экскаватор заговненный разбитый убитый половина из него из этого всего не работает внутри такая помнижание по другому людям но это выбор каждого если начальство устраивает на свинюшне но или может быть он сам владелец этого экскаватора тоже такое довольно большое отличие равноколесника и разноколесника вот вот этот кат это 444 f2 так вот он загружает эту ванну всяким говнищем днищем и он при спокойно и и грузит то же время мой gcb 30x не может этого сделать то есть ну как насыпать могу но это будет так по идиотски а этот прям такие закидывает аж на самый верх что очень удивительно но сейчас покажу вот как-то вот так он поднимает очень высоко уж то моему джессику непозволительная роскошь и И видите, как он довольно-таки высоко поднимает и может налегке на центр кидать в ванны. Так, нам нужно заехать на территорию психбольницы. Что мы сейчас и сделаем. Чуть болт не снесли нахер. Так, заехали. Наша машинка на разгрузку с трубами. Короче, еще одну часть проложили. Сейчас ребята пропилятся. Соединимся. А сегодня пока финита ля комедия будет. Надо будет тут еще все говнище засыпать. Знаю, что суббота-воскресенье аварийка у меня. Посмотрим, что будет.